Так, а у нас продолжается марафон. Освободилось одно место на моечке. Нам прям повезло. Мы сейчас залетаем сразу и будем мыться. Так, значит, друзья, я вас всех приветствую. Сегодня у нас, получается, 27 мая. Это у нас суббота. Значит, отработал я вчера, в пятницу, сделал 12 поездок. На две больше плана. Как вы помните, да, я добиваю до золота. Вот. Вот. Хотя бы до золота добить, успеть до конца месяца. 27-е, 28-е, 29-е, 30-е, 31-е. Осталось у нас 5 дней. На данном этапе у нас 2325 баллов. Нам еще до 8 баллов. Нужно, короче, до хрена. Вот. 5 с хреном. То есть больше 10 поездок в день нужно сделать. Вот. Что, мы, получается, ополоснулись. Господи, ядрит Мадрид. Проезжай уже, давай. Значит, мы ополоснулись. Нас очень быстренько помыли оперативно. Вот. И это радует. Мы уже на линии. Просто день сегодня у нас разрывной. Будет сегодня постоянник. Время 10.36. А мне его нужно забирать в 15.30. Вот. Соответственно, где-то к 14 я должен начать освобождаться. Итого у нас времени чуть больше трех часов. Вот. Хотя бы успеть сделать три поездочки. Вчера, значит, пятницу я отработал 11 часов. Заработал нам чуть больше 18 тысяч. Но не это главное. Главное, то, что я сделал больше нормы. Я сделал 12 поездок. Правда, одна из них была по бизнесу. Вот. Но все равно, как говорится, план перевыполнил. Что не может не радовать. Но сегодня из-за постоянника, так сказать, у меня будет меньше времени. Вот. Но две поездки у нас уже в кармане есть. Сейчас хотя бы успеть сделать три заказика. Чтобы осталось пять. И потом уже, освободившись от постоянника, добить эти пять поездок. Вот. Завтра воскресенье. В планах. С Сашей, с Кабаром, знаете, не знаете. Я думаю, кто-то из моих точно его должен знать. Блин, протирал. Короче говоря. Думаю, что жарко мне так протирал. Задел климат. Ну, на 28. У меня жарко. Короче. Завтра воскресенье. Планируется батл. Батл, значит, с... Сашей, с Кабаром. Надеюсь, у нас все срастется. Никак мы не можем записать эту битву. Вот. Битва, значит, будет два автомобиля, две семерки. Только один возит тариф премьера, другой возит тариф комбо. Комбо, значит, это я называю премьер плюс бизнес. Да, то, что я вот бизнес включаю. То, что я такой негодяй. Вот. И мы хотим посмотреть и заодно вам показать. Есть ли смысл вообще бизнес включать на семерки. А то, может, и нет. Вот. А то, может, и есть. В общем, как-то вот так. Я уже, значит, включенный. Я уже на линии. Я очень надеюсь успеть. Вот. В общем, следите, смотрите. Мы начинаем. Вам хорошего просмотра. Мне кассы. В начале ролика я отвечу на самый задаваемый вопрос, к какому парку подключиться. И, естественно, к эксперт-парку. Ребят знаю лично. Ребят очень скрупулезно подходят к своей работе. Постоянно пытаются что-то улучшить. Подключают Яндекс.Такси, Яндекс.Доставка, Сити.Мобил. Комиссия в сутки составляет всего 50 рублей. Ежедневные выплаты без комиссии. А также 4 вида моменталок. Ссылочки все я на них оставлю в описании. Проходите, ознакомливайтесь, выбирайте и подключайтесь к проверенному и надежному партнеру. Вот это да. Вот это еще и коэффициент 1,2. Только мы, как всегда, в левом ряду все по классике. А попасть нам надо направо. 10 минут в пути мы ехали. Завершаем. 1180. Один заказ едет. Ну и, естественно, блески. Никуда нам от них не деться. Ах, это свадьба. Свадьба пела и плясала. Прилетел нам второй заказик. Точнее, это уже третий. Второй прилетел с подачи 24 минуты. Его отменили. Заранее сразу просматриваем маршрут, как нам подаваться. Заранее просматриваем маршрут самой поездки. Потому что неизвестно, в каком моменте навигатор просто заглючит. Потому что в центре очень сильно глючит навигатор по понятным причинам. Вот глушилки. Стоят. Дроны летают. В общем, все, в общем, не слава богу. Нету нам покоя в этом городе прекрасном поливалке. Даже в ясную, сухую, чистую погоду. Нет-нет. Проходите, пешеходы. Нет-нет, да под нас рудно. Только машину помоешь. А не обязательно где-нибудь рядышком. Открыли шлагбаум. Сзади меня уже целых... Целых два автомобиля собралось. Вот так вот жильцы заехать не могут. Хотя у меня пропуск заказан на мою машину. И, соответственно, я, как говорится, делаю все правильно. Но из-за того, что охранники подтупливают, видимо, долго открывают. Может быть, клиенты забывают вовремя пропуск заказать. Хрен его знает. Но очень часто подъедешь к шлагбауму, стоишь. Тебе написали пропуск заказан. Ты стоишь как дурак. А там уже люди собрались. Жильцы домой заехать не могут. Как всегда пробки. Моя пассажирша. Пассажирка, пассажир, женщина. Как правильно сказать? В общем, вышла раньше. Говорит, пойду я, что я буду сидеть? Вот. И, собственно говоря, почти 19 минут в пути. Ну что ты, мой сладкий. Хочешь, чтобы я тебя заменил? 1736 рублей. Вышла поездочка. Итого у нас две поездки уже есть. Вот. И еще у меня есть как минимум два часа до того, как я должен стартовать за постоянниками. Я думаю, что должны мы еще успеть что-то привезти. 35 минут в пути. Две 682. И у нас это... Да что ж такое? И у нас это третья поездочка. В кассе уже 4+. Так, значит, 54 минуты в пути на три вокзала. Две открою самостоятельно. Это самый лучший комментарий от пассажиров. Завершаем 2619 рублей. Значит, что у нас получилось? Нам 16 уже забирать постоянника. А нам до него ехать час 10. Как раз тютелька в тютельку иду. Вот. Значит, за 4 заказа 6218 у нас касса. И таксометр можно выключить. И таксометр можно выключать. Что не может не радовать. Короткие заказы это то, что нам сейчас нужно. Потому что мы, напоминаю, набиваем золото. Дабы не потерять конечку. Пожелания по поездке, может быть, какие еще? Можете выключить? Открыться. Вообще выключить? Мы сейчас с вами тут зажаримся. Временем завершаем поездочку. 15 минут 1600 рублей. Плюс одна поездка в копилочку. 30 минут в пути. 1390. Так, едем в Пушкинская площадь, да? Да. Пожелания по поездке, может быть? Нет, успеть к 19.00. Единственное пожелание. Знаете, что у нас происходит? С постоянничком я немножко задержался. Вот, чуть больше, чем планировалось. Время уже половина первого. Мне до дома ехать час. То есть буду я половина второго. А завтра мы собрались, если ничего не произойдет. Вот. С Сашей и Скобаром писать для вас батл. Вот. Поэтому к 12.00 я уже должен быть, как говорится, в строю. Вот. Что получается по сегодняшнему дню. Значит, у нас десятка постоянник. Получилось 10.000 рублей. И то, что я успел наколотить 8.411.76. Ну, короче, 8.5 рублей. И самое главное, я успел сделать 6 поездок. То есть со вчерашнего дня у нас было перевыполнение плана 2 поездки. Вот. И с учетом сегодняшних 6 поездок, значит, у нас 8 поездок. Вот. Две я не дожал. Сейчас я, конечно, уже даже по дороге не буду собирать заказы, чтобы быстрее доехать до дома, быстрее упасть в люлю. Я сейчас проскочу свой поворот. Вот так вот вовремя я повернул. Вот. Быстренько домчать до дома, упасть в люлю, выспаться. И завтра вот прям совмещать приятное с полезным. То есть устраивать... Завтра мы устроим соревнования. Вот. И надеюсь, что это будет, так сказать, хорошим подспорьем, если это можно так назвать, в совершении большого количества поездок. Да, поездки с моей, значит, стороны, это будет комбо бизнес плюс премьер. Соответственно, за поездки по бизнесу 67 баллов, по премьеру 116. То есть поездок завтра будет больше, но и по бизнесу они дешевле по баллам. Ну, по деньгам. Но в данном случае у нас самое главное это успеть набить золото. Остается 4 дня. Вот. А поездок нам нужно сделать сейчас скажу сколько. В общем, у нас получается 2972 балла. До 8000 не хватает. 5028. Вот. Если делим на 116 поездок, в помощь взял калькулятор. То есть на 116 баллов за поездку. Мне нужно сделать за 4 дня 43, грубо говоря, с половиной поездки по премьерам. Вот. 43. То есть так же остается по 10, чуть больше. По 11. Вот. А в какой-то день 12. Ну, не знаю. Посмотрим. В завтрашний день. Как говорит наш известный классик. Не каждый может то, что может. Ну, в общем, вы поняли. Короче, я, наверное, откланиваюсь. Такой вот получился сегодня ролик. Вот. Я на всех парах лечу, соответственно, до дому. Спасибо за просмотр. Комментарии туда. Лайкосики, дизлайкосики. И до скорой встречи.